Уже на следующей неделе 67 ямальских спортсменов отправятся в Канаду, отстаивая честь России в арктических зимних играх, которые проводятся один раз в два года. В 2020-м исполняется ровно 50 лет с момента проведения первых таких соревнований. В них участвуют жители циркумполярного региона России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. Как готовятся воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Татьяны Вениаминовны Ахатовой, расскажет Альмира Новоселова. Игорю Хренову 16 лет. Половину своей жизни он занимается в спортивной школе Олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой. Сейчас даже сильный ветер не повод останавливать тренировочный процесс. Биатлонист активно готовится к участию в арктических зимних играх. Начинаем более высокие скорости тренировать, то есть ускоряться больше, чтобы уже в более хорошей форме подойти к старту. И стрелять на высоком пульсе, чтобы быть уже, ну стрельба была более хорошая была на соревнованиях, когда ты бежишь. Тяжело, дыхание, вот начинаются такие тренировки тяжелые. От Лабытнанской школы в Канаду отправятся 24 участника от 13 до 18 лет и 5 тренеров. Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука, лыжных гонках, биатлоне на лыжах и снегоступах. Всего же ямальская сборная выступит в 9 дисциплинах. Это здорово, это интересно, особенно спортсменам, это такая личная мотивация, которая дает старт в большой спорт. Трамплин такой своеобразный у нас, очень много примеров. Это Юлия Макарова, и Сорокина Аня, и Ахатова Альбина. Они все прошли через зимние арктические игры, поэтому для многих спортсменов это очень хорошая мотивация. Впервые на арктических зимних играх будет представлен такой вид спорта, как стрельба из лука. Классический и блочный вид. В нем будут соревноваться четверо лабытанских спортсменов. Владислава планирует выполнить норматив на получение звания мастера спорта. Для этого занимается 6 раз в неделю. Акцент в тренировке сейчас дистанция 18 метров. Именно такое расстояние станет определяющим на арктических зимних играх. Ты должна сейчас вкладывать все свои силы, просто по максимуму, ты должна выжимать из себя все соки. Потому что на соревнованиях, куда бы ты ни выезжал, или даже если у нас лабытнанг-гапская соревнования, всегда результат ближе. На любых соревнованиях результат ближе. Если ты на тренировках выполняешь мастера или хотя бы отстреливаешься по нему, то тебе нужно перекрывать этот результат, чтобы ты знала, что ты можешь. Потому что по-другому это сделать никак. Стрельба из лука – спорт, который требует не физической, а психологической подготовки. Поэтому тренера стараются накануне быть строгими, а в день соревнований мягче. Стараемся построже, чтобы отрабатывали каждое движение, чтобы были внимательны, каждый выстрел, каждое движение, чтобы очень внимательно выполняли, чтобы начало хорошо получаться. Остаются считанные дни подготовки к арктическим зимним играм. Уже 11 марта лабутнанские спортсмены отправятся в Канаду за победой.